Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 февраля, и вот как я и говорила, в эти выходные, 23 февраля, я сеяла все последние томаты для теплицы, вот все, которые я планирую высадить пораньше, и по неоднократной просьбе Валентины Рычковой, которая у меня и до этого, до посева просила, и сейчас, после посева, я начала перечислить хотя бы не все, ну, хотя бы не все, часть сортов, которые я посеяла, я сейчас перечислю, я не уверена, что все успеют, но я перечислю и объясню, почему именно эти сорта я сеяла. Вот я посеяла 4 последних лотка, здесь у меня очень большое количество семян, но почему большое, потому что я много сортов новых для испытания посадила, возьму, возможно, по 2-4 корешка, по 2-4 корешка, но сею все равно побольше, по 6-8, поэтому получился объем большой, 4 лотка. Как раз они у меня стоят вот на этом, на теплом полике, который я рассказывала, и да, мне многие пишут, что если без терморегулятора он будет сильно, но я делаю так, я вот утром встала, включила его на какое-то количество времени, на 1,5-2 часа, он нагрелся, я его выключаю, этого достаточно, на ночь вечером еще включаю немного. Видно, что здесь процесс, конечно, получше, чем в обычном режиме, видите, они все вспотели, как такой конденсат, вот сейчас я переверну эти пленки сухой стороной, как бы небольшое проветривание сделаю и дальше. Все, вот пошли. 23 февраля, лоток 10, написано, массовый посев томатов для теплицы. Потом дальше там объясню, что если их будет слишком много и в теплицу все не вместится, то, возможно, какая-то часть их пойдет под временное укрытие, но тоже, как посев будет раньше обычных сроков. Ну и вот тут написано, Вова, Путин, деликатес, юшный загар, сибирские шанги, чудо земли. И вы видите, помечено, какие мои, какие магазинные. Здесь уже идут у меня все подряд, и которые свои я буду выращивать из своих семян, и которые я докупила. Римский полосатый, абаканский розовый, перцевидный гигант, индийское мясо черное, это мне прислали люди добрые. Сибирский изобильный, штраух, трапеза влюбленных, египетский, горацон, прислали с Германии. Банановые ноги, второй вариант с Белоруссии. Первый вариант я от партнера, который мне прислали, посадила, а это Малерова Валентина прислала, аж с Белоруссии мне банановые ноги хочу сравнить. Гусиное яйцо, желтая ракета и орлиное сердце. Почти все из томатов, вот эти высокорослые, ну тут вот только банановые ноги, и почти все крупноплодные. Следующий лоток 11. Написано, массовый посев томатов для теплицы или под временное укрытие. Вот это о чем я говорила, что если с этой партией останутся какие-то, то пойдут под временное укрытие. В прошлом году именно с них в открытом грунте я получила первые томаты, там у меня были вот этот, ой, желтый сибирский абрикос-то забыла уже, Кенигсберг, и там и любимый праздник был. Все вот это я садила пораньше, сеяла, и пораньше получила я результат. Тут у меня буян желтый, буян красный. Это я наслушалась в комментариях советов. Одна женщина написала, что буян, несмотря на то, что скороспелый, и для открытого грунта она посадила его в теплицу, он у нее разросся и дал очень первые, самые первые плоды, и очень-очень было много. Вот я решила тоже испытать. Я же все слушаю, что люди говорят, и все хочу на себе попробовать. Вот посадила буян, хотя ни разу в жизни не высаживала его в теплицу. Розовый кистевой вот прислала феоктистова Анастасия из города Муром, тоже решила посадить попробовать. Потом Король Лондон, Медовый Спас, Дальневосточная Долька, Мазарини, Исполин Малиновый. Это, видите, что все новые, все с магазина. Малиновый слон, Воловье сердца, гигант лимонный, розовая мечта, овен, сахар красный, десертный розовый, японский трюфель оранжевый, японский трюфель черный, трюфель красный, это мой, сибирский гроздевой, деборао розовый, деборао золотой, Большее сердце, загадка природы, полным-полно розовый слон, балконный гном, золотой слиток, итальянские спагетти и большая мамочка. Вот последняя большая мамочка, там золотое сердце, это еще в прошлом году мне с деревни Богуславка присылали с Красноярского края, в том году я не нашла места, нынче решила попробовать. И тут уже промелькивает вот балконный гном, то есть я уже несколько сортов посеяла для того, чтобы для огорода на балконе. Следующий лоток у меня был за 23 февраля, это уже мои, вы видите, что которые я с магазина на пробу беру, в лотке очень-очень много, я по несколько семян сею, а своих, когда по несколько рядов, это вот уже те проверенные сорта, которые у меня будут в теплице в большом количестве, это пудовик, ботяня, казанова, ну и тут же немножко клубничный десерт, бифштекс и сладкая грузь плюс матреша. Это новые у меня, новенькие, прибыло потом. И последний лоток, четвертый у меня 23 февраля, я, короче, 23 февраля весь день сеяла. Тоже массовый пассив томатов для теплицы или под пленочное укрытие, то есть если останутся лишние, я их буду высаживать рано под пленку. Вот это тоже новые медово-сахарные, новые оаксонская драгоценность, это мне прислание, новые черно-голубой хребет, в прошлом году я выращивала, нынче посадила второй раз, потому что понравилось. Полосатый шоколад и медовый салют тоже посадила второй раз, потому что понравилось, в прошлом году первый раз садила. Супер банан новые, потом вот сладкая встреча, бизон-оранжевые, медовые росы, это от Фокина и Лены, еще за прошлый год, мне присылала девушка семена по обмену. Тут тоже вот феоктистовая, это нынче присылала, попробовать решила я сорт Татьяна, потому что люди присылают самые-самые лучшие сорта, которые им нравятся, и которые они хотят со мной поделиться, и вот они пишут впечатление, что очень, например, там очень урожайные, там очень сладкие плоды, и вот именно самые лучшие мы будем пробовать. Тут алый мустан, как клубничное дерево, печко, Марина нынче из Хабаровска мне прислала, я тоже посадила. Бравый генерал, Эмильянова с Пашихонья присылала еще в прошлом году, и Лопатина Галина с Барнаула прислала томат Ольгин, нынче это, ну, название условное, условное. От Каменецкой Татьяны посадила я, Юсуповский, я в прошлом году тоже сеяла рассаду, но у меня, я не помню, что произошло, то ли места не хватило, тоже мне присылали. И вот от Кушнер Александра еще с прошлого года посадила царский подарок, стопудов, китайский розовый, фиделио, тоже хочу попробовать. Потом загадка Долины Рос, это с прошлого года мне присылали, я уже второй раз сажу, очень понравился, я вам нынче покажу, если удастся, вообще такой прекрасный томат, перцевидный полосатый, розовый фламинго. Ну и дальше идут те, которые я уже садила, советский, пузатахата, голубая звезда, хлебосольный, алые свечи, монгольский карлик. Про монгольский карлик мне пишут, что вы зачем высеваете рано монгольский карлик, он ведь открыт, ну как для открытого грунта, но я всегда, как учусь на своих ошибках. В прошлом году я посеяла его вместе с другими, он у меня не весь успел вызреть, остался на поздно, и мне люди начали писать, что этот томат, хоть он и для открытого грунта, его лучше бы посеять пораньше, он туго думай, и вот я нынче сею в несколько сроков, вот сейчас посею, потом посею еще в марте вместе со всеми, и посмотрю, какая рассада мне больше понравится, ту и высажу. Все, я перед Валентиной сразу, вот перед Валентиной Речковой сразу извиняюсь, я обещала ей показать во время посева, но вы понимаете, 23 февраля, я и так целый день сеяла, если бы я еще конец дня занялась видеосъемкой, меня муж, наверное, неправильно понял бы, я поняла, ну как подумала, что это некорректно по отношению к нему, тем более у меня это такой сложный период, у меня 22 день рождения у мужа, 23 мужской праздник, а я тут и так все в посевах, короче, видеосъемки снимать не было условий, я вам сейчас вот рассказала и объяснила, какие сорта и почему я посеяла рано, и тут уже такой период, вот конец февраля, я в прошлом году тоже так делала, я посеяла побольше, потом посмотрела уже в марте, нам надо же контроль еще вести, каких мало, какие не взошли, те уже досевала в марте в обычные сроки, а те, которые в феврале хорошо удались и которые были такие, ну как классная такая рассада, я их просто излишки эти высадила в открытый грунт под пленочное укрытие и не тканкой укрыла, и получилось, что как такой, тоже мини тепличку сделала, и вот они в открытом грунте мне дали самый первый урожай, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, я закончила посев для теплиц и для пленочных укрытий, уже как вроде начала, вот, короче, здесь у меня вот эта партия последняя с 23 февраля, тут будет и остаток для теплиц, все, для теплиц больше не буду сеять, уже поздно теперь, и начала, что останется, для пленочных укрытий, все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok